Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Неформат с Михаилом Задорновым на Юмор-ФМ Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиостанцию Юмор-ФМ в эфире программа Неформат. Традиционно мы выходим, как вы знаете, по пятницам, но сегодня четверг. Сегодня неформатное время и, как всегда в эфире, Михаил Николаевич Задорнов и ему помогаю я, Максим Завелин, продюсер радиостанции Юмор-ФМ. Михаил Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Не терпится начать уже, давно не выходили в эфир. Да, у нас был небольшой перерыв. Вы можете нам звонить 0731, мы принимаем ваши звонки со всех коротких, со всех мобильных номеров. 8870, номер для ваших смс-сообщений, пишите к нам на сайт, звоните. Я передаю слово главному герою нашей программы, ее ведущему, Михаилу Николаевичу Задорнову. Мне пришлось немножко попутешествовать, неважно, где я был, путешествовал и все. И знаете, почему я люблю путешествовать? Мысли интересные рождаются в путешествиях. Наблюдаешь природу, формулируешь какие-то мысли. И я в таких случаях веду записные книжки. Правда, записывать приходится, как в старое время иногда, на салфетки, на манжетки. Такая шрапнель, такие мысляшки, коротковолнушки. Вот я думаю, что я ими поделюсь для разогрева. Сам у себя на разогреве буду работать. Вот, например, я узнал, что в детстве Владимир Чуров... У нас ведь есть с вами постоянные герои. Они сейчас герои нашей страны. Вообще, если бы это было в старые времена, давным-давно, он бы в бога какого-то превратился. Его бы как-то обожествили с какой-то энергией. В общем, в детстве Владимир Чуров, как мне рассказали, мечтал, что когда он вырастет, он будет работать в городском парке на аттракционах карусели. И при этом весело и кричать, и задорно, эх, прокачу, всех прокачу. Ну, еще мысль была такая, что только в России чем злее и яростнее оппозиционер в дебатах, тем раньше и жизнерадостнее он поздравляет победителя после выборов. Это да. Не все поняли, правда, наверное, Гоша. Но глава, опять, я без Владимира Чурова теперь жить не могу. Он симпатичный такой, такой мультяшечный. Он признался, что если ему пришлось кое-где подправить результаты выборов, ему пришлось, да, он признался. Но он уточнил, он подправил результаты выборов в пользу оппозиции. Например, в Чечне и Дагестане он снизил количество голосов за Путина со 146% до 120%. Ну, мало кто знает, что Барак Обама поздравил Владимира Путина. Только через неделю, потому что он долго стеснялся попросить у него за свои выборы в аренду Владимира Чурова. На митинге после выборов Владимир Путин в качестве благодарности своим избирателям оказывается, особенно приближенным, показал их любимый сериал «Богатые тоже плачут». Глядя на слезы Путина, понимаешь, что мы точно не Америка. Там актер может стать президентом. У нас наоборот. Президент может быть замечательным актером. Только в России одни коррумпированные чиновники могут обязывать следить за расходами других коррумпированных чиновников, третьих коррумпированных чиновников. Российское правительство заверило, что борется с коррупцией самым стратегическим верным путем и что скоро коррупция в стране пойдет на спад. Ведь чем меньше население, тем меньше коррупция. Грустно. Вы знаете, что на этой неделе прошло сообщение, что количество людей, которые собираются уехать, покинуть страну, снизилось с 22%, которое наблюдалось прошлым летом, по данным ВЦИОМ, до 11%. И сейчас считается, что это не очень большая цифра. Вообще 145 тысяч человек собираются уехать. По сообщению агентства Интерфакс, эти люди, которые, собственно, голосовали за Прохорова в основном, сейчас собираются, да, уехать. Разочаровали. Да. 145 тысяч человек собираются уехать. Это десятая часть. То есть каждый десятый хочет уехать из страны. И это теперь считается мало, да? Ну что ж. А есть подозрение, что отправка бурановских бабушек на Евровидение – это всего лишь начало пропагандистской кампании по повышению пенсионного возраста. Это точно так. У бурановских бабушек, кстати, есть шансы выиграть Евровидение в Азербайджане. На Кавказе старших принято уважать. Бурановские бабушки, может, и не выиграть Евровидение, но уж точно оставят свой след в российском гламуре и шоу-бизнесе. Например, ведут в моду мохито с корвалолом. Очень сомнительно, что наши в этом году смогут выиграть Евровидение. Ведь основная масса поклонников бурановских бабушек ничего не знает про СМС и интернет. И будет голосовать у своих телевизоров, поднимая руку. Наши слушатели зато знают. Да, и у нас есть на связи уже Армен из Москвы. Армен, здравствуйте. Армен сорвался, к сожалению. Кстати, бурановской бабушке одной запретил муж ехать. Говорит, я не пущу тебя, ты изменять будешь мне. Да, прошло. Мы сейчас дождемся нашей рекламы, где будет про то, что, в общем... А, вот про то, что обычно. Да, да, да. Собственно, ради чего вы меня приглашаете? В Бурании нет этих проблем. Там все нормально. Дедушка говорит бабушке, ты смотри мне, не изменяй. Одна бурановская бабушка вообще сказала, что недавно умерла ее бабушка. Ей было 117 лет, она не болела и из-за того скончалась, что упала с коня неаккуратно. Она участвовала в группе бурановской прабабушки, видимо. А это хорошая игру, это следующая. Михаил Николаевич, у нас на этой неделе было много замечательных событий. И я просто прерываю на некоторое время ваши мысли. Хочу сказать, что у нас был кот Дорофей. Просто чудесная история. Потом была встреча Барака Обамы с Дмитрием Медведевым и утечка информации, которая произошла в Сеуле. Поэтому кот Дорофей избежал. Вероятно, да. У нас, кстати, на сайте... Обиделся за своего хозяина. На сайте, друзья, на сайте веселаярадио.ру открыто сейчас голосование, которое звучит так. Где нашелся кот Дорофей? И предложены три варианта, Михаил Николаевич. Первый. В поезде Москва-Санкт-Петербург. Нормально. Второй. На родину. Да. В кот Дивуар. Хорошо. Кот Дивуар это хорошее место. И третий. Многие вас, кстати, не поймут, о чем вы говорите. Уже голосование есть, друзья. Заходите. Думают, что резервуар там или что-нибудь. Ну, хорошо. Я-то понял. И третий вариант. В плену в будке у Лабрадора Кони. Замечательно. Ой, как смеется. Ой, знаете, ну, а слушатели понимают? Я думаю, да. Там уже достаточно большое количество проголосований. Какова судьба будет этого кота, если он попадет к Кони? Сейчас, кстати, этот ответ лидирует, как я вижу, судя по голосованию. На сайте, также на нашем весело-радио.ру вы можете увидеть сейчас прямую онлайн-трансляцию из студии Юмор-ФМ, где я передаю слово Михаилу Николаевичу Задорнову с его наблюдениями, которые он подчеркнул в ходе поездки. Мне рассказали, что больше всего обидела Зюганова. Не то, что за Путина голосовали более 40 миллионов человек, а то, что за него голосовали Миронов, Прохоров и Жириновский. Он так разочаровался в своих друганах. Вообще, мало кто знает, что когда Путин вошел в кабинет президента, это я, как всегда буду говорить шепотом, никому. Его первой фразой была, была, хоть байпады со собой прибрал. Обстановка в стране резко изменилась. Сейчас многим россиянам куда легче, Максим, дается переход с зимы на весну, чем с Медведева на Путина. Все-таки час даже менять не надо, ничего. Действительно, многие сторонники Путина ходили на митинги бесплатно. Им просто пообещали, что вовремя дадут зарплату. Вообще, скоро... Нет, ладно, это потом. Давайте, вы показывайте мне... Я показываю, что у нас есть вопрос. Да, Вячеслав нам звонит. Здравствуйте. Вячеслав, здравствуйте. Алло, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я. Я из Брянска. Да. Интересный такой момент. Кстати, Михаил Николаевич, очень приятно вас слышать. Я поклонник вашего творчества. Спасибо. Недавно набрал в адресной строке интернет написать письмо Денину. Денин наш губернатор. Так. Идет поправка. Ленину. Но я настаиваю Денину. Выскакивает такая табличка. Пишу таблички, письмо. И отправляю. И оказывается, это письмо... В марзолей попадает. ...приходит на сайт «Мафия Брянска». Ух ты. Ух ты. Любопытно. И причем, брянская мафия мне ответила через два дня. В отличие от губернатора. Отвечает еще... Наверное, месяц будет ждать ответа. Слушайте, вам на сцену. Если наши брянские хакеры, допустим, позаимствовать столице наших хакеров, то таким образом можно написать письмо нашему президенту. И попадешь на «Мафия Россия». Вообще, судя по всему, Вячеслав, вам пора на сцену готовиться с этими своими наблюдашками. Но это гениальное наблюдение, я вам скажу. То есть пробиться официально невозможно. А через мафию оно как-то полегче будет. Через ОПГ. Через... ОПГ, это вообще звучит как поганый. ОПГ. А знаете, интересно, вот вы про кота надо, по-моему, закончить тему, потому что это все-таки серьезно. Кот, президент, серьезнее ничего не бывает. Меня потрясло вот что. Я же путешествовал с ноутбуком, что президент в Твиттере оправдался. И он сказал, что кот никуда не сбегал. Ну, представляете, вот за то, что он милицию переминал в полицию, он не хочет оправдаться перед народом. А за, собственно, кота оправдался. Нормально, да? От страна. А полиция? Я хотел сказать рекламную паузу. После такого может выручить только рекламная пауза, повышающая темперамент. Блестяще. Вернемся в студию через несколько минут. В прямом эфире радиостанции Юмор-ФМ вы слушаете программу «Неформат». И сейчас прозвучала песня Александра Маршалла. Я хочу, пользуясь случаем, нашу традиционную рубрику, которая идет чуть позже, «Вопрос от звезды» перенести на нынешний момент. Давайте послушаем, о чем вас спросил Саша Маршал. Саша, «Неформат». Вопрос от звезды. Здравствуйте, с вами Александр Маршал. Я долгое время вместе с группой Паргорьков работал в Соединенных Штатах Америки. И мне, знаете ли, было странным в американцах, что они так вот тебе улыбаются белозубыми улыбками, а на самом деле нет какой-то искренности. Михаил, а что самым странным в американцах кажется вам? Саша, ну, во-первых, мне приятно слышать твой голос. Я вообще, когда впервые увидел твою фамилию на афише большой перед Кремлевским дворцом съездов, мне почему-то вспомнился американский план Маршалла. И, оказывается, ты в Америке работал, какая-то связь есть. Саша, более всего меня, когда я впервые прилетел в Америку, я прилетел в 89-м году туда, и мне платили тысячу долларов за концерт. Я в то время не менял рубли на доллары, и для меня это вообще было... Мне было необычайно приятно, я был на подъеме от того, что тысячу долларов за концерт я получаю. И более всего меня удивило то, что все американцы ходят и улыбаются. Я приехал из Советского Союза, где нормально относились, правильно к жизни. С утра плохое настроение, и не дай бог ты улыбнешься кому-то на улице, тебе внюх дадут сразу. И я прилетел, а там все улыбаются. И, знаете, Максим, у меня первое ощущение было, что у меня что-то расстегнуто. Потому что я вышел в аэропорт... У нас так улыбаются, если ты что-то недозастегнул. И поначалу мне это очень понравилось, а потом вдруг я вижу, что у американцев бывает так. Глаза ненавидят, а он улыбается. И он грубит с улыбкой. И вдруг я начинаю понимать, не сразу въезжаю в это, что это программа, на которой они... Вот как флешку им вставили, и она работать начинает. И вот я только недавно был за границей, и меня... Вот это... Я терпеть не могу. Когда я приезжаю в гостиницу, лифт, меня спровожает, ну, ресепсионист, портье, менеджер, все эти слова дурные в мой номер. Первый вопрос, какой она задает? Вы знаете? Как долетели. И такая улыбка. Вот это вот. Глаза пустые, как пуговицы от солдатских кольцон времен царской России. Правда, я не видел, но думаю, что вот именно такие... Старожилы рассказывают. Пацаны старожилы рассказывают. И я им говорю, плохо. И он зависает. У него остается улыбка. Глаза ни черта не поймут. Он думает, что он ослышался. Мне так нравится им говорить, плохо. Они не знают, что ответить. Я выезжаю из гостиницы «Хилтон». «Хилтон» очень... Отель такой для бизнесменов. Они все в галсту какой. Они одеты, как официанты у нас в России. У нас официанты, секьюрити. У меня ощущение, что весь «Хилтон» из секьюрити состоит. Они все в галстучках. И тоже я выписываюсь. Уда, чек-аут. Для тех, кто знает русский, понимает, что я сейчас сказал. Делают чек-аут. И она мне скажет, что «Ну как вы стояли в нашем отеле?» Я говорю, чудовищно. И все. Попадало вополное. Семь утра. Ничего не знает. Саш, хороший вопрос задал. По мне, по мне, сердечнее наше искреннее хамство, чем их вот эти лживые улыбки. Михаил Николаевич, но... Хотя на самом деле средина должна быть. Но специально к этой теме мы, благодаря нашему шеф-редактору службы информации Маши Белкиной, сделали небольшую подборку. Это новости, которые пришли на этой неделе. А как мы все с вами помним, друзья, мы обсуждаем здесь только самые актуальные, самые свежие новости. И только в прямом эфире. Поэтому вот несколько этих новостей. Кандидат в президенты США от республиканской партии Ньюит Грингич решил таким образом пополнить партийную казну. Отныне все желающие сфотографироваться с ним, по сообщению агентства Росбал, должны платить по 50 долларов. Фото от Илья. Нормально. Удивительно другое, что некоторые кандидаты, это слова Грингича приводятся, проводят мероприятия по сбору средств и берут по 2,5 тысячи долларов за фотографию с ними. Мы же, говорит он, пошли другим путем. Мы принимаем пожертвования в небольших скромных суммах. За каждую фотографию по 50 долларов. Класс. Прохоров знает об этом? Я думаю, ему надо обязательно начать фотографировать с людьми. Но для тех, с кем он фотографируется, надо стульчик подставлять, чтобы они одного росточка были, и Прохоров наконец-то себе бабки сделает нормальные, таким фотоателье. Вообще им всем надо фотоателье открыть. Ну и, конечно, Дмитрию Анатольевичу. У него он скоро работы будет меньше, но это будет хороший приработок. Можно шить начать немножко, вязать. Кстати, по поводу Прохорова, вы знаете, что он единственный из всех кандидатов, которые участвовали в президентской гонке, не заработал для своей партии никаких денег. А ему, между прочим, пересчитался 141 миллион рублей. За что? За те голоса, которые он собрал. Существует думский закон, принят официально в России, что каждый кандидат, который набрал определенное количество голосов, пропорционально получает по 20 рублей за голос. И таким образом эти деньги идут в партийную казну. А Прохорову что не дают? У него нет своей партии. А-а-а. А лично никто не выписывает. Вот видите, поэтому предложение по 50 долларов за фотографию более чем... У него нет своей партии, в нуждание каждый вечер свое пати. Партии. Партии. Зачем ему партии, когда у него партии? Еще несколько историй с любимой нашей темы. Теперь и нашей тоже. В Нью-Йоркских школах запретили слова некоторые. Так вот, Департамент образования штата Нью-Йорк, по сообщению агентства Инопресса, ввел запрет на некоторые слова, чтобы не оскорблять определенные слои общества. Запретили слова такие, как рабство, развод, день рождения и динозавр. А подождите, ну, ну, рабство так, хорошо, ладно, допустим. А если они рабовладельческий строй проходят, они говорят, что там демократия была? Ну. Рабовладельческая... У русских было хорошо слово «невойники», им надо перенести от слова «will» представить «willness», что-нибудь. Ну, хорошо, это хоть как-то, я понимаю, глупость понятная, вот так скажем. А далее запретили... Развод, день рождения и динозавр. Развод запретили в смысле, когда чиновники разводят клиентов, вероятно, мужик с бабой разводится. То есть разводить клиентов можно, нельзя говорить, что ты их разводишь, понятно, но нас тоже надо запретить это слово по отношению к чиновникам. День рождения. Ну, я не могу даже прокомментировать. Может быть, день-ночь в этом смысле, ну, нельзя делать разделение, то есть сутки рождения. А, сутки рождения, или ночь, у кого ночь, надо разделять. Ну, ночь, ночь, день рождения белый, да, ночь рождения черный. А ночь рождения черный, это расовая дискриминация. Не знаю, не могу проговорить, не понимаю смысла. Михаил Николаевич, но динозавр вне конкуренции. Вот динозавр надо было запретить, я понимаю, почему в Калифорнии, в первую очередь, среди динозавров не было геев. И это очень неполиткорректно, вот этих, упоминать даже этих животных. Что это такое? Как динозавры на гей парад не ходили? Их надо запретить немедленно. Но в Белоруссии динозаврам относятся хорошо. У нас про Белоруссию будет еще несколько слов, про батьку там есть. Ой, молодцы, динозавры. Да, я хочу еще одну новость привести. Вот она о чем гласит. В школе в Нью-Йоркской был запрещен доступ подросткам на порностраницы. Ну, это понятная история, казалось бы, здесь нет ничего удивительного. Но взломав оборону этих порносайтов, они проникли туда и обнаружили там удивительное. Их учительница по биологии, 30-летняя учительница по биологии, участвовала в этих съемках. То есть у нее была, видимо, официальная работа, это учительница, и она принимала участие в этих... То есть подрабатывала. Подрабатывала, да. То есть кандидаты в президенты фотки делают, а она в порнухе снимается. У каждого немножко свое шитье есть. Сейчас, дайте подумать. Знаете, вот там не сказано... Они долго не знали, что она этим занимается. Долго, да, не могли выяснить, ну, потому что она лицо там не показывалось, показывалось... Ну, вот видите, она дублершей была, видимо, там. Она в порнофильмах как дублерша снималась с других. Удивительно, как подростки это выяснят. Как они выяснят, что это она? А она писала у доски, стояла, юбочка приподнялась, родинка, и смотрят на том же месте. Я дуреваю. Хорошо, что мы про Америку говорим. Вот что мы делали, если бы не было Америки, да? Вот жалко, что мы не можем это все рассказывать по-английски, по-испански, по-французски. Я иногда на английский перевожу свои наблюдения за американцами. Максим, умирают со смеху иностранцы. Но, к сожалению, я это делаю очень редко. Продолжается программа «Неформат» с Михаилом Задорным в эфире радиостанции «Юмор.ФМ». Вы можете звонить 0731 с ваших мобильных телефонов со всей страны. Звонок 18 рублей с учетом НДС. За минуту 8870 номер для ваших смс-сообщений на сайте веселаярадио.ру. Открыта прямая интернет-трансляция. Можете заходить, смотреть даже то, что мы делаем в пределах эфира и тогда, когда звучит рекламная пауза. А сейчас я предлагаю подойти, наконец, к самым главным событиям этой недели. Мы уже немного их затрагивали. Михаил Николаевич. Я думал, главное про кота уже прокомментировали. Про кота, да. Еще главнее есть. Есть еще одна. Если про Абрак об Обаму, как его? Извините, у меня плохо в свое отношение. Не будем это переводить. Нет, это невозможно. Итак, по сообщению агентства «Интерфакс», из-за технического сбоя широкой публике стал известен фрагмент переговоров Дмитрия Медведева и Барака Обамы, проходивших за закрытыми дверями в Сеуле. Известие публикуют фрагмент беседы на английском языке и его перевод. Вот примерный перевод. Продолжая с ПРО, говорит Обама, это может быть решено. Важно дать пространство. В ответ на реплику американского лидера Медведев заявляет, я понял твой месседж насчет пространства. Мы не поняли, пока он понял. Есть место и для вас. Есть пространство для вас. Это мой последний вопрос, заявил после этого Обама. Я понял. Я передам эту информацию Владимиру. Сейчас все мировое сообщество гадает, что значил этот разговор. В частности, по версии телеканала ABC, президент США сказал в том, что касается этих выборов. Особенности ПРО, это может быть решено. Но главное, чтобы Владимир дал мне пространство для маневра. Это мои последние выборы, говорит он. После моих выборов я буду более гибким. О, бедолага. Во попал. Во попал. Он чернее ночи вышел оттуда, наверное. Ой-ой-ой. О, скажите, Максим, но его могут не выбрать в результате. Это его подстава сильнейшая. Я только другое делаю. Я тоже не понял, о каком пространстве идет речь. А он еще сказал, что он будет гибким после выборов. Вот, понял. Он имеет в виду, что его не выберут. И вот тогда, по отношению к России, он станет действительно гибким. Нормально. А наш поверил, как всегда. Ну, наш ведь очень доверчивый. Он очень симпатичный. Такой верит всему. Даже тому, что сам говорит. Он говорит, я передам все Владимиру. Передам Владимиру. Это хорошо. Передам папе. У нас есть звонок из Владимирской области. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Михаил Николаевич? Да, вы из Владимира? Да, я из Владимира. Я ваш поклонник. Вот, я просто хочу... Вы знаете, что ваш город будет скоро переименован во Владимир Владимирович? Владимир Владимирович? Да, будет скоро. Давайте, рассказывайте. Да, вот. Я ваш поклонник. Я вообще просто... Я не знаю. Я никак не знаю, как с вами связаться. Просто интересно. Ну, вот связались. Теперь развязываться придется. Развязываться придется. Ну. Вот. Михаил Николаевич, вот я просто хотел спросить. Ну, подготовьтесь. Как сделать... Как можно вот вообще вот... Как вы отводите Владимирскую область? Вот. И потом этот... Ну, в общем, как... Все, что связано с именем Владимир, слухи оговорят, ношусь хорошо. Владимирская область замечательно, знаете, своими поселениями. Вокруг Владимира очень интересно организованы поселения. Люди бросают весь гламур, весь крутяк и уезжают жить за город, на природу. Некоторые перебарщивают, рожают на пеньках, обрубают пуповину топором. Это перебор. Этот случай у вас произошел. Но вот это стремление уехать на природу, оно мне очень нравится. И у вас, по-моему, больше всего таких людей во Владимире сейчас. Да, но у вас есть, Иван, еще один вопрос, как я вижу. А вы были в Боголюбово? Я был, но очень давно. А что? Что вы хотели спросить конкретно? Ну вот сейчас по телевидению все показывали, там все это самое, Боголюбово там как детишки сбивали. Я просто... А, я понял, да. Нет, ну там я не был. В этом монастыре я не был. Это вы про монастырь говорите, да? Да, да, да. Ой, это отдельная тема. Вы знаете, мы ее затронем, наверное, во второй половине, потому что то, что я вчера видел по телевизору, имеет тайный смысл это все. И об этом надо говорить всерьез. Я не хочу говорить просто про Боголюбово, потому что это уже приняло масштаб... Это уже широкомасштабное явление. Это не только Боголюбово. Да, ну, друзья, на самом деле мы понимаем, что мы живем в мире, где существуют не только какие-то комедийные вещи, над которыми можно пошутить, посмеяться. А есть такие, над которыми шутить нельзя. То, что вы затронули, над этим нельзя шутить. Мы все обсуждаем, да, и поэтому звоните, пожалуйста. Но вот у меня была, приоткрою вам небольшую завесу тайны над нашей кухней. Наш редактор по звонкам Олеся пишет, что Иван задавал вопрос, хотел задать вопрос, как относится Михаил Николаевич к мировому правительству. Я, собственно, на это пытался вывести Ивана, но он, к сожалению, свой вопрос не задал. Но, наверное, ничего страшного в этом нет. Михаил Николаевич. Я никак к нему не отношусь, потому что я вообще не знаю, что это такое. И я вообще думаю, что мировым правительством на самом деле больше пугают, стращают. Я не уверен, что такое существует. Я улик не знаю. Я знаю негодяев мировых олигархов. Этих я знаю некоторых в лицо. А мировое правительство – это чтобы отвлечь от конкретных негодяев. Это придумано для просто мирового обывателя. Чтоб он верил, что над ним зорко наблюдают, за ним все отслеживают, куда он пошел. В раба, чтобы превратить. Вот я не чувствую, чтобы за мной наблюдали. Значит, мирового правительства нет. И конца света не будет. Ну, по крайней мере, он, может быть, и будет. Для тех людей, которые спорят, да, на эту историю. На эту тему у них обязательно. Но до конца нашей передачи точно не будет. Слушайте юмор-ФМ, не форма. Я хотел перейти к нашим внутрироссийским событиям, которые имеют мировой резонанс. Рашид Нургалиев выступил с несколькими изволениями. Это теперь мой любимый герой после Чурова с позавчерашнего дня. Ох, вы попали! Я хотел... Давайте, ваш вопрос... По сообщению агентства Интерфакс, Рашид Нургалиев предлагает ввести новую дисциплину в вузах, которые подконтрольны МВД. Человеколюбие. А, я не могу, я не могу всерьез это слушать. Правозащитники считают эту идею не самой актуальной проблемой российской полиции, а общественники поддерживают. А общественники, а правозащитников чем отличаются в данной ситуации, ничего не понял? Правозащитники получают бабки, а общественники нет, но хотят. Так Нургалиев отреагировал на предложение одного из членов общественного совета задействовать представителей религиозных конфессий для воспитания и обучения будущих полицейских в ведомственных учреждениях, которые подконтрольны МВД. Давайте будем вводить предмет человеколюбия. Ой, я когда это услышал, у меня мозг распался на нейтроны с протонами. Это же надо, министр МВД. Я понимаю, что он, если бы это сказал он на кухне, но во всеуслышание, значит он не совсем понимает, что говорит. Курсы человеколюбия. А курсы повышения квалификации человеколюбия. Значит один магистр человеколюб будет, второй бакалавр человеколюб. Да, это, там сидела, на заседании сидела какая-то женщина, я не знаю, но она такая остроумная была, она так ему в лед ответила, говорит, тогда надо курсы человеколюбия и среди врачей вводить, сказала она. Ну а в нашей армии нуждается в человеке. А представляете, в армии человеколюбия из окопа выскочил, но так полюбил противников. Голубые береты, да. Голубые береты. То есть вместо того, чтобы привести дисциплину в милицию, полицию, они почувствовали себя полицейскими. Они поверили в это, Максим, они избивают, как в фильмах копы действуют. Они поверили голливудским фильмам. Медведев извиняется за то, что прошло вранье про его кота, а то, что он натворил, то, что он загипнотизировал придурков, что те всемогущими себя почувствовали. А Нургалиев расписался в собственном недообразовании. В курсе человеколюбия, господин Нургалиев, можно вводить только в одном месте, в публичном доме. Там это будет кстати. Но более того, он сидящим в общественном совете представителем творческой интеллигенции сказал, помогите нам, сказал он, писателям, артистам, воспитывайте наших полицейских. И тут такой подарок преподнес вот этот, Стас Михайлов. Он говорит, я готов воспитывать и петь перед милиционерами. Если он еще будет петь перед милиционерами, те будут пытать с еще большей жестокостью. Потому что песни Михайлова, это одна и та же песня. Первая часть ты без меня, вторая я без тебя. Это весь концерт. Я, например, не могу это долго слушать, потому что я не настолько старая женщина, чтобы это слушать. Но он еще ментам петь будет нормально. Михайлов и менты. Ну, ребят, это басня Крылова. Жалко, и Зоб не дожил до этого времени. Давайте тогда, да, Амир Шниченко была. Почему она не взяла трех ментов на воспитание? Киркоров должен взять. Он кормящая мать, у него, да, грудь свободна. Пускай он возьмет молодых полицейских, начнет воспитывать. Вот я там, а Киркоров, этот еще как у нас, Песков есть, он прямо в училище ментовское пойдет, молодых мальчиков подберется. Под видом полицейства. Под видом полицейства. Будут воспитывать человеколюбие. Я дуреваю. И это на государственном уровне. Вообще, Путин защитил своих министров. Хотя, я должен сказать, что и Голикова должна тоже была сказать про человеколюбие. Он защитил, помните, это вы мне сказали. Защитил, сказал, что Голикова, по-моему, Сердюков, Нургалиев, а, и Фурсенко, они какую-то инициативу проявили. Каждый по одной. Да, это было неожиданно, но они ее проявили. И он их защитил, мол, да, проявили инициативу. Мне ответ пришел, после того, как мы об этом сказали в нашей передаче, вот в нашей с вами передаче. Мне по мейлу пришло письмо классное. Михаил Николаевич, не вините Путина. Путин потом поправился. Он сказал, что он похвалил их за одну инициативу, но почему? Потому что больше он им не даст проявлять инициативы. Хватит с них по одной. Ну, понятно, потому что, сейчас, как сформулировать политкорректно, необразованный человек с инициативой опасен для общества. Вот, что я могу, каков мой итог. Я обязуюсь не воспитывать ментов. На некоторое время мы приверемся, друзья, чтобы вернуться в студию после рекламы. Мы продолжаем программу «Неформат». Огромное количество сообщений приходит на мобильный портал 8870. С ваших мобильных телефонов мы читаем смс-сообщения по поводу полиции. Прямо эта тема взорвала сообщество. Мы вернемся к этой теме чуть позже. Сейчас я предлагаю принять звонок от Александра из Москвы. Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый. У меня вопросик такой. Как вы относитесь к той информации на тему наночастиц, которые, как пишут, съели мебель и библиотеку нашего матриарха российского? Мне интересует мнение Михаила на тему, как он думает, как они могут выглядеть, эти данные наночастицы, которые съели мебель на 26 миллионов рублей. Выглядят они, видимо, ужасно. Но, видимо, они смесь чебурашки с барабашкой. Но я не совсем понимаю, о чем идет речь. Может, Максим мне расскажет. Я не был в стране опять. Александр спрашивает о довольно интересном случае. О том, что, как я помню, сосед нашего патриарха в доме на набережной делал ремонт. Видимо, он там что-то сверлил. И часть пыли, то ли строительной пыли, то ли какой-то пыли, попала на мебель, на фолианты, на различные предметы, которые находятся в квартире патриарха. Это было все оценено в 26 миллионов рублей представителями патриарха. Но я не понимаю, почему наночастицы, видимо, обычных частиц строительной пыли найдено не было. Поэтому предложили, что... Наночастицы был какой-нибудь. Да, да. С очень тонким сверлом. Вопрос, как вы относитесь к тому, что наночастицы в квартире патриарха нанесли ущерб на 26 миллионов рублей? Во-первых, вы заставили сейчас меня задуматься. У меня очень серьезная библиотека дома. И я теперь... И сосед делает ремонт. Надо бояться человека со сверлом. Я теперь задумался, что мне делать. Но у меня... Вот если вы меня спрашиваете, что я в этой ситуации делаю? Я или жена моя, или помощница моя. Берем тряпку и вытираем библиотеку от пыли. Есть очень простой способ. Мы, в принципе, я не догадался в суд подавать. Может, действительно надо на большие бабки подать в суд? Потому что, ну что это такое? Вообще, что такое? Почему пыль летает в окошко? Что это за дела такие? Я не уверен, что это достоверная информация. Я не верю, что это может быть связано с патриархом. Это же только в интернете была информация. Я это видел в интернете, да. Ну, я не очень доверяю. Честно говоря, я скажу, я некоторой информации не доверяю. Я не могу представить, чтобы глава православной церкви подавал в суд за пыль, осевшую на книгах. Не знаю, не верится. Простите, я подготовлюсь в следующий раз, да. Но вы меня насторожили сейчас очень этим сообщением. Я думаю, что наоборот, православные люди любят жить в кельях на набережной. В доме на набережной. Вообще, дом на набережной, место-то такое, освещай, не освещай, а там жизни не будет. Патриарх же действительно живет в этом доме? Если верить интернету. Ну, если верить интернету. Я тоже не знаю. Я знаю, что там театр эстрады, и что там тяжеловато бывает выступать. Потому что там, то, что сегодня называется модным словом «аура», для зала, когда собирается в начале концерта, тяжеловато согреться. Вот там очень хорошо выступает Гена Хазанов. Но он в драматургических спектаклях классно играет. Он, наверное, просто знает этого соседа, чтобы он не сверлил во время выступления. И чтобы пыль не оседала. Вообще, надо Геннадию Зюганову сказать. А Геннадий Андреевич Зюганов, знаете, как расшифровывается? ГАЗ. Это Газпром, это его скрытое предприятие. Геннадий Андреевич Зюганова Пром. Надо сказать Хазанову, чтобы он проверил, есть наночастицы у него там на стульях или нет. Да, я хочу привести, вот нашел сейчас сообщение в тему. Думал, об этом поговорим чуть позже. Но уж коли мы затронули тему, связанную с патриархом Кириллом и с нашей русской православной церковью, вы знаете эту скандальную историю по поводу выступления группы, панк-группы Пусси Райет. Ну да, я слышал, да. Вот это нехорошее вы слово сказали. Ну, мы про котов уже говорили, да, начали тему про котов. Вот Пусси Райет, да, мы продолжаем. Православные активисты собирают миллион подписей под требованием привлечь участниц группы Пусси Райет к уголовной ответственности. Патриарх Кирилл в это время призывает горячо и усердно молиться. Он назвал выходку участниц Пусси Райет и позицию их сторонников происками дьявола в дни Великого Поста. Ну, я бы, конечно, сказал так. Все-таки любой храм надо уважать. И я думаю, они допустили поступок, девчонки, нехороший. Ну, можно было как-то по-другому свое недовольство выражать. В общем, шутить мне по этому поводу, честно говоря, не хочется. И сами разберутся. Все, я даже не хочу говорить. Тогда, Михаил Николаевич, удовлетворим интерес наших храмов. Я не перед... Вот знаете, я по многим храмам мира путешествовал. Я нигде, не перед одним... Я перед каждым храмом всегда вел себя прилично. В каждом храме перед любым алтарем. Надо уважать любую религию, какой бы ты ни был. Бог один, имя у него разное, у разных религий. Знаете, что такое вера в Бога? Это когда человек не боится. А религия – это боязнь Бога. Я сказал фразу такую странноватую, но уважать надо все религии. Это верно. Я позволю себе короткую историю разговаривать. Знаете, почему мне простить этих баб жалко? Да дуры они. Ну, зачем это надо было делать? Они симпатичные. Я понимаю, что они хотели сказать, ну что, по-другому нельзя высказаться. Дурехи! Дурехи! Ну, либо как американская учительница участвовать в подработках, либо вот танцевать. Так, наверное, они думали, мыслили. Ну, дайте мне с ними поговорить. Давайте я с ними... Потому что они очень симпатичные. И, в общем-то, они добрые пацанки. Ну, бесовщина у всех играет. Это наше требование. Мы хотим поговорить. Мы хотим поговорить с ними в прямом эфире. И сказать, давайте по-другому. Я к вам присоединюсь, тоже разденусь. Но в другом месте. Но ни в храме, ни в православном, ни в мусульманском, ни в каком, ни в буддийском, ни в каком другом. Я вот об этом хотел сказать, что мы разговаривали вчера, буквально это происходило, с Николаем Николаевичем Дроздолом, нашим известным телеведущим, академиком, который сказал, что... Очень правильную, на мой взгляд, фразу. Он сказал, вы обратите внимание, что они пошли в православный храм. Если бы они пошли в мечеть, об этом бы вообще никто никогда не узнал. Да, потому что их бы убили сразу. Да, то есть об этом вообще никогда не было известно. Но, поскольку они пошли в православный храм, и все это стало достоянием общественности, указывает на то, что православная религия, она более терпима к подобным... Ну, тоже точка зрения. Православная должна быть терпима, поэтому я бы их выпустил, честно говоря. Нет большего наказания, чем прощения. И в этом отношении я с патриархом больше согласен. Он говорит молиться, а я говорю, надо их выпустить. Может быть, человек со сверлом была просто акцией устрашения в адрес патриарха? Может быть, это их месть? Своеобразная. Своеобразная, да. Друзья, мы сейчас прервемся. Продолжается программа «Неформат» с Михаилом Задорным в эфире радиостанции «Юмор.ФМ». Я уже говорил о том, что у нас поступает огромное количество сообщений по поводу полиции. Ну, зачитывать все нет никакого смысла. Вы можете их в онлайне увидеть на нашем сайте. Михаил Николаевич, давайте откомментируем ряд этих сообщений. Люди спрашивают, что изменилось между названием «милиция» и «полиция». Ну, что изменилось? Наглее стали милиционеры. Я же говорил, милиционер обязывает милое лицо. Участковый участие принимает. А теперь, как это называется, вы сказали, ПГН. Ну, вы слушайте, действительно, как погано звучит. А знаете, мне присылают, например, отделение полиции, и на дверях написано, какой отдел. Во многих отделениях полиции сегодня написано. Отдел... Отдел... Боже мой, как это... Отдел организованной преступности на двери отделения полиции. Они пропускают по борьбе, по неграмотности своей. И получается, отдел организованной преступности. Они же даже... Они русским языком многие не владеют. Знаете, вам еще... Ой, я повторю эту фразу, но она замечательна. Это в моем любимом городе Тамбове написал полицейский. Михаил Николаевич, вы представляете, я теперь полицейский отделения полиции Ленинского района, он пишет. Ленин в гробу должен перевернуться в Мавзолей, услышав такое. Обнаглели они. Обнаглели. У нас обнаглели все, кто при государственных местах. Их надо... Вот знаете, Нургалиев вчера еще... Вот я понимаю, что он хотел сказать. Вот так. Немножко сейчас адвокатом его поработал. Он хотел сказать. Люди, люди творческие, вы что гоните жесть по телевидению, по радио? Вы что даете попсу? Вы почему заменяете картины комиксами? Из-за вас любовь заменилась сексом, а дружбой, целесообразностью. Он не может сказать так, как я сказал. Он не профессионал слова. Он сказал, помогите нам воспитать. Ну, чувство полное. Но, что бы я на его месте сделал, как бы я сказал? Люди творческие. Вот знаете, вот, отличная идея. Передайте Нургалиеву, кто сможет с ним поговорить. Надо провести. Я вчера смотрел новость. Сейчас, Михаил Николаевич, у нас есть полицейские за окнами. Я помошу их, они передадут. Откройте окно, пускай слышат. Вот, смотрите, вы вчера новости... Вчера многие смотрели новости, потому что это был триллер. Это, ну, извините за эти слова, это трэш. Это фильм ужасов поначалу. Если бы не Нургалиев, который перевел все это в комедию. Ну, то, что творят сегодня молодые люди. Вы посмотрите, сколько страшнейших убийств вчера показали. И знаете, что бы я сделал? Я бы интервью у них взял, у этих молодых людей. Скажите, пожалуйста, ваш любимый певец. Скажите, какие фильмы вы смотрели вот у этих маньяков, которые убивают своих одноклассников, насилуют учителей, учениц. Там вчера страшный был. Я думаю, честно говоря, Максим, что вчера не зря показали все эти кадры. Это готовит к большим переменам министерства полностью. То есть, я думаю, и министра скоро уберут. Потому что так просто, такие репортажи страшные не попадают. И вот, что бы я сделал. Вот смотрите, надо взять у них интервью. Ваши любимые фильмы, ваши любимые книги, ваши любимые сайты, ваши любимые разговоры. И когда мы увидим, какие они смотрят фильмы, мы поймем, что продюсеров этих фильмов надо посадить. Мы поймем, что надо посадить тех, кто по кинотеатрам это... Ваша любимая еда. Те, кто производят эту еду, рождающую агрессию, надо посадить. Не надо Мирошниченко брать на воспитание. Конечно, я понимаю, откликнутся сейчас и Лолита откликнется, и Надежда Бабкина. Ментов нормально на воспитание взять. И Лайма. Все, они в подтанцовке будут менты. Это будет классно. Но, вот что надо сделать. Они воспитаны жестью сегодняшнего искусства. А жесть порождает то, что у нас в стране произошло. И я думаю, что это очень хорошая идея. Я бы сам у них интервью брал. Михаил Николаевич, у нас есть вопрос. Телефонный звонок. Евгений, здравствуйте. Да, здравствуйте, Михаил Николаевич. Вот, я знаю, что вы любите путешествовать. И такой вот вопрос. И политики, и полиции. Хотели бы вы возглавить или просто принять участие в первом полете на Марс? Ну, вообще, честно говоря, у меня столько дел на Земле. Если я туда полечу, я же их никогда не доделаю. Хотя в детстве я очень мечтал о том, чтобы улететь, вернуться. Все состарились, а я молодой вернулся. Как в фантастическом романе. Молодость же вроде как сохраняется. Время течет медленнее в космосе. Но я вам отвечу. Да, конечно, хотел бы. Но поздно уже пить боржоми. У меня нет ни одного здорового органа в организме. Вы что, у меня в космосе я сразу ласты склею. Это же я так на сцене придуриваюсь. Мол, о, смотрите, на руках хожу. А знаете, как больно при этом? А шпагат сесть, да не дай бог. Ну, не знаю, я видел за кулисами несколько раз. Вы прекрасно себя чувствуете. Артист, потому что. Артист. Я только благодаря актерскому мастерству сажусь на шпагат. Вот это действительно, это не бакалавра, не магистр этого не сделает. Но вопрос хороший. Нагнали тоски на меня. Давайте о чем-нибудь более реальном. Да, ну, кстати, в тему вопроса. Никто не может найти Мавроди. Ой, простите, в тему вопроса. Да, к Мавроди сейчас обязательно. Вот хотел бы полететь на Марс, причем на таком аппарате, как Фобос Грун. Который никогда не взлетит, и никто не знает, где он вообще. Так, никто не может найти Мавроди. А Фобос Грун и Мавроди, где они? Как запараллелен процесс. По сообщению агентства Интерфакс, Сергей Мавроди не явился в суд на слушание дела о неуплате штрафа. Я напомню, что ему 1000 рублей. Штраф выписали, он его не оплатил. Судебным приставом и полиции его не удалось найти. Накануне адвокат утверждал, что его подзащита находится в больнице. Слушание вновь перенесено. Но где Мавроди сейчас, никто не знает. Кстати, также прошла информация о том, что никто не может найти и губернатора, экс-губернатора Приморского края, конечно, Сергея Дарькина. Ну, с Дарькиной мне быстрее ответить, я больше всего понимаю, потому что у меня были терки с Владивостоком, и затравил эти терки Дарькин. Потому что, выступая во Владивостоке, я все сказал, что думаю по поводу воровства власти всей губернии, всей области. И, конечно, он это затравил. И тогда, вы знаете, очень интересно, в битве экстрасенсов участвует экстрасенс, Альбина ее звать, я не знаю ее фамилии. И, как мне рассказали, она тогда сказала, не трогайте Задорнова, он прав, и те, кто будут на нее гнать, будут неприятности. Она предупредила за полгода Дарькина еще, что вы зря это организовываете. И действительно, у Владивостока одна за другой начались неприятности. Но я-то Владивосток люблю и хорошо к ним отношусь, к этим ребятам. Я хотел их правильно как-то объяснить им что-то. Дальше, про Мавроди. Ну, гениальный мужик, конечно. Вот только в России люди, которых человек обманул, могут понести бабки по второму разу. Но он гений пиара. Мы ему верим. Он же сказал, мы ему верим. Ребят, вам совсем некому верить, бедолаги. Но это же действительно, это от одиночества можно бабки сдавать Мавроди. Это как хочется халявных бабок, чтобы понести. И я думаю, что это пиар-ход. Потому что когда человек исчезает, его начинают жалеть. А когда жалеет, у славян доверие сразу возникает. То есть, смотрите, Ходорковского не очень любил народ. Стоило посадить, его так стали жалеть, так стали любить, организуют демонстрации. Я восхищен Мавроди, честно. Его найти не могут, Дарькина найти не могут. Но Дарькина не найдут. Вы же из Владивостока, Максим. Вы же знаете, там есть русский остров неподалеку. Там стройка идет. Там рылись специальные подземные ходы, чтобы как в старину Дарькин мог уйти в случае опасности. И там как раз под золотым рогом прорыт большой туннель. Так что там надо искать. Словом, подводя итог под темой пропажи Мавроди, Сергей, если вы нас слышите, позвоните сейчас прямо по телефону 02. И давайте с вами поговорим откровенно. Вы сколько лет будете эту пирамиду держать и когда вас снова посадят? Чтобы люди знали, когда бабки вынимать из этой пирамиды. У меня есть одно сообщение по поводу околополицейской темы. Точнее, она полицейская, но связана с полицией не российской, а турецкой. Так вот, полиция турецкая, и об этом прошел сюжет на турецком телеканале TRT, заподозрила российскую разведку, русские спецслужбы в том, что они используют внимание джинов для ведения разведывательной деятельности на территории Турции. ВОФССБшники допилищика какого-то. В частности, потусторонние силы, по мнению создателей и участников программы, русскими используются для того, чтобы проникнуть на подлодки. Турецкие? Да. Вы видели когда-нибудь турецкие подлодки? Я, честно говоря, нет. Да люля, кебаб, подводка. Подводка, может быть, на подводку, но я никогда в жизни видел турецкие подлодки. А, ну это, наверное, вот это сископ, знаете, когда прозрачное дно, когда плавает в... А, это вот рыбок смотрит. Подлодки, на курорте. Ну да, да, да. Смотрит рыбок. Но там секреты, да. Да. Как можно джинов использовать, Михаил Николаевич? Ваше мнение? Причем джин с тоником. Разведчики используют. Это у меня была когда-то такая наблюдашка, как трое взяли бутылку и говорит, открыли выпить, а оттуда джин появился. И говорит, я джин. Один говорит, во, блин, а брали-то Хеннесси из этой оперы. Турки, вот в турке, турков русские достали, наконец-то. Я долго ждал этого момента, им уже потусторонние силы от русских мережицы. Наташки с Таньками их заколебали окончательно. Перед рекламой у нас есть еще немножко времени, чтобы поговорить о глубоководных погружениях, не только о турецких подлодках. Джеймс Кэмерон, по сообщению Ньюсленд, погрузился в воды Тихого океана. Простите, это режиссер или премьер-министр? Это режиссер, да, который выдает себя за премьер-министра. На чем? На ботискафе, который называется Deep Sea Challenger, то есть глубоководный... Deep Sea Challenger 5D. 5D. Который весит 12 тонн, он погрузился на глубину почти в 11 километров. Стал третьим человеком, для меня это было удивительно, но он стал третьим человеком, который достиг на Марианской впадины. Марианской? Да, да, на 11 километров вниз он погрузился. Малейшая трещинка, как говорит Джеймс Кэмерон, на такой глубине могла привести к тому, что в течение пары секунд не стало бы аппарата Deep Sea Challenger. Он умалчивает о том, что не стало бы и Джеймса Кэмерона, но тем не менее. Погружался он туда около двух часов. И далее сбросил балласт и потихоньку всплыл наверх. Бабки, что ли, выкинул? Сработали на аватаре. Отмыл. Отмыл в Марианской впадине. Вот это супер! Вот она прачечная настоящая, где оказывается. Я думаю, что это нереально. Это так же, как... Это очень может быть, вот как говорят, снималась в Голливуде высадка на Луну, и что флаг правильно развивается от ветра на Луне. Я думаю, что нельзя погрузиться на дно Марианской впадине. Там есть пострашнее процессы, нежели трещинка в батискафе. Я так думаю, не знаю. И доказать же нет. Или он там засечку сделал, зарубку, и говорит, кто не верит, можете нырнуть, посмотреть. Ну, веревку, которую отматывали, отмерили 11 километров и вытащили обратно. Она была мокрая. Свой же человек стоял. Ну, похоже, да. А потом, знаете, погрузился и наматывай веревку. Я же, как русский человек, сразу знаю, куда намотать и откуда отмотать надо. Погрузился на 100 метров и мотаешь. И как раз два часа мотать веревку. Вроде ты как на... Думаю, что погрузился глубоко. Думаю, что изучал подводный мир, что-то замыслил. Вообще, он, конечно, человек талантливый. Вот он впервые сделал то, что народу было интересно. Хотя, не он это открыл. Вы знаете, был стереогенотеатр рядом с гостиницей «Москва» в 50-е годы в Москве. Михаил Николаевич, ну я, во-первых, из Владивостока, во-вторых, в 70-х родился. Из 70-х? Хороший вопрос. Вы хорошо сохранились, да. Но я в этом кинотеатре в 60-е, ладно, не буду врать, годы, в начале 60-х смотрел 3D. И нам всем выдавали очки. И я впервые смотрел там выступления Попова в цирке. И это было так классно. Там не чудища летали, а там, например, он жонглирует, и тебе в лицо летят... Да, они летят вот эти предметы. 3D совершеннейшее. Вообще 3D было изобретено в Советском Союзе. Но об этом тоже никто... Но Камерон использовал это для усиления чувства. А сегодня решили, ага, он бабки получил, и мы будем получать бабки. И что мне нравится, не собирают эти фильмы. А еще Камерон, может, когда-нибудь интересно, изучил русские легенды, мифы и сказки. И поэтому у него такой хороший аватар получился. Вот это чудовище, которое совокупляется хвостиками, вот это, оно на гербе Пскова. Да-да. И именно с этой кисточкой. Он очень... На него хотели подать в суд питерские ученые какие-то. Мол, он использовал русский материал, никому не заблудил, но это чушь. Он переработал так, что это... Он способный, талантливый человек. Он даже догадался наматывать веревку в лучший километр под водой, чтобы сказать, что был на глубине Марианской впаде. А сейчас в эфире Юмор-ФМ реклама. Здравствуйте все, кто присоединился к нам только что, кто продолжает слушать радиостанцию Юмор-ФМ. В эфире программа «Неформат» с Михаилом Задорновым. Михаилом Николаевичу помогаю вести программу и я. Меня зовут Михаил... А, не важно, а меня Максим, нормально. Максим Забелин, я продюсер радиостанции Юмор-ФМ. Вот, поэтому Саша Алёхин, наш ведущий, сейчас сидит и молчит. А мы с Михаилом Николаевичем разговариваем. Михаил Николаевич, у нас традиционная наша рубрика, которая называется «Праздники». Мне она нравится, я узнаю хоть какие праздники в ближайшее время будут. Да, повод у нас на этой неделе есть. Тридцатого марта завтра в Испании, в Испании отмечается День цветов, мы об этом говорили уже много раз, но интересный праздник завтра в США. Тридцатого марта в Соединенных Штатах Америки отмечается День доктора. Доктора Хауса причем. История уносит нас в 30 марта 1933 года в Виндер, штат Джорджия, когда супруга доктора Чарльза Энбанда придумала подарить ему открытку. В этот день первые празднования Дня доктора были отмечены рассылкой поздравительных открыток к докторам и возложением цветов на их могилы. Вот этот праздник празднуется. Символом Дня доктора в Америке является красная гвоздика. А у нас революции. Ну интересно, психология разная. Знаете, я вообще считаю, вот у меня знакомые есть, они называются физишн на английском языке, ну терапевт по нашему. И у меня мой друг детства, он физишн, причем в Техасе, крутой Техас. Это супер богатый человек стал. Но он среди американцев работает, доктором. То есть он не разводняк такой на Брайтоне, а он выучил английский, он сдал экзамены все, причем американские экзамены. У него несколько клиник своих. И он еще, мы в школе вместе учились. Он был очень способным и в школе, всегда учился хорошо. Знаете, наблюдение за американскими докторами, конечно, у них есть чему поучиться. Я скажу сначала, что мне нравится. Они очень профессиональны. Вот они заглянут вам в ноздрю, они все знают. Насколько волосинок меньше, чем полагается в среднем. Но вот если у них доктор, специалист по правой ноздре, он ничего не знает, что в левой творится. Они расценивают человека, как некий механизм на конвейере, состоящий из гаек. Они не знают, что, допустим, горло может... Почему горло заболевает, если промачиваешь ноги? Они не понимают, что от почек зависит танзелит. Они не знают взаимосвязей в организме, который знают восточные люди. И, с одной стороны, они этот праздник заслужили. Но, с другой стороны, я так делаю. Я. Вот если надо зубы лечить, надо по американской системе лечить. Потому что я не хочу у индусов лечить зубы. Вы их полекли. Я не хочу, чтобы они мне давали свою воду из ганга полоскать рот. А у американцев все будет чистенько, где сжигают трупы. Не надо мне это. За то, что они мне потом присвоят имя индуса за 10 долларов. Мне это разводило, и не надо. Но если я хочу вылечить хроническое заболевание, я обращаюсь к восточной медицине. Американцы лечат воспалительные процессы потрясающе. Но если в начале века, 20-го, на 10 болезней было 8 воспалительных, 2 хронических, то сегодня, благодаря американским лекарствам, суперлекарствам химическим, 2 только заболевания воспалительных, а 8 хронических. И медицина западная начинает отставать во многом. Потому что нужно лечить хронику. А они что делают? Они меняют нормы. У них меняются все время нормы. У них завышаются нормы веса. Вы знаете нашу норму веса? Рост. Ну, и плюс-минус 2 килограмма. А в зависимости... Ну, к сантиметрам килограмма нельзя прибавить, но это образом. Ну, единицы. А у них эта формула уже нет. Они умножают вес на рост, потом еще куда-то отнимают номер телефона, размер туфель прибавляют. Все это делят на количество детей. Ну, я, конечно, смеюсь сейчас, как сатирик. Но они уже хотят эту формулу скрыть. Почему? Потому что многие толстые ходят. А толстые – это объект для доктора Хауса по полной программе. Ведь он лечится с утра до вечера. И вот мне, мне что... Вот вчера опять к Нургалиеву возвращаюсь. Он говорит что-то. И тут уже психолог сидит. Говорит, им психологи нужны. Ну, ребят, психолог... Психолог толстый сидит. Какой ты психолог? Если у тебя собственная психика не в порядке. Ведь это только американцы не знают, что человек толстеет, потому что у него не в порядке мозг прежде всего. Или больной. Действительно, но больных меньше. И сидит полный психолог и рассказывает, что ему надо идти лечить ментов. Это мне... Что вы сейчас сказали? Сидит полный психолог. Полный психолог. Причем дальше можно... Психолог. И я... Знаете, это ко мне произошел на набережной в Сочи. Человек перекореженный конкретно. И говорит, я мануалист, я хочу вам помочь со спиной. Смотрите, что я делал с собой. А тревуля такая. Я говорю, а ты сам себе помогал? Да, говорит он. А распрямиться уже никогда в жизни не распрямиться. А сколько ко мне прыщавых косметологов подходило, горелло, мы вам крем дадим, чтобы вы пользовались. Я говорю, пользуйтесь сами. Да, у меня тоже прыщи будут тоже. Вот это... Это чуток, что я хотел сказать о западной медицине. Она, безусловно, хороша. Но надо знать, в чем она хороша. И произнося тосты в день американского доктора, надо знать, в чем они замечательны. Фу. Дальше. 1 апреля. День смеха. Не буду ничего говорить. Наш день. Наш день. Не формат. Есть две версии. Все они связаны с календарем. Ну, я слышал одну про Григорианский календарь, я не совсем понимаю смысл его. Вы можете привезти? Да. Распространенная версия гласит, что возникновение Дня смеха связано с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским... В 1582 году. Дело в том, что Новый год Средней века отмечался не 1 января, а в конце марта. А после реформирования новогодняя неделя дощиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. Вот почему все, видимо, и веселились именно 1 апреля. Ну, не совсем так. Во-первых, не во всех странах Европы. Это действительно Юлианский календарь был. В Юлианском календаре только некоторые страны отвечали Новый год. Но Юлианский календарь уже Новый год 1 января в большинстве стран. Это неправильно. Это до Юлианского календаря. По всей Европе действительно в день равноденствия. Потом сменилось в некоторых странах на 1 сентября. Это долгая история. В России сначала праславяне, вот так скажем, праздновали в марте 22-23. Потом перешло на 1 апреля, позже значительно. А потом только перешло на так называемый Васильев день. Это 1 января. Так у нас назвали в честь святого Новый год. Дело в том, что мы на Юлианском календаре были гораздо дольше, до 1700 года. И когда в книгах пишут, что Иван Грозный там 1560-й, это неправильно. Сегодня по славянскому календарю нам 5712 лет. Поэтому, когда говорят в 2012 году будет конец света, я говорю, ребят, еще очень долго жить нам. Или он уже был, точнее, да, если 5000. Тем более по календарю мая. Кстати, календарь мая по количеству, по годам, он сходен со славянским календарем. И удивительно, что в славянском календаре лет больше, чем в библейском календаре. Непонятно совершенно, там называется так, со дня сотворения мира. Но непонятно, что означает сотворение мира. Некоторые считают, что это была война между европеоидными и монголоидными. И сотворился мир между ними. Я не знаю, подтверждения нет. Это легенда красивая. Но откуда, с какого события, не знаю. Покрыто мраком, тайной. Но переход на Григорианский календарь, при чем тот день дурака? Что те, кто перешли, дураки, что ли? Я, честно говоря, не понимаю, потому что Григорианский календарь исключил вот эту ошибку, накопившуюся у нас на сегодня 13 дней. Ну, я думаю, что с весной вообще хочется шутить. И Новый год наступил в марте, а потом так расшутились, что надо было как-то вышутиться уже в какой-то день. Думаю, что действительно 1 апреля к этому располагает. Вот так скажем. Кстати, во всех странах, где я был, 1 апреля отмечается, ну, где-то называется шутника, где-то не везде называется день дурака, розыгрышей. Это у нас день дурака. Почему? Потому что все в мире притворяются умными, а русские дураками. Это же дурак-герой только у россиян есть. Он дурак-дурак, а извини. А дурак, между прочим, от слова «ра», светлый. Вы знаете, по-итальянски «дура» что означает? Дуросель, дуралюминий. Дура на латыни сильный, крепкий. Вот интересно. Даже в статаре говорят, такая дура стоит, это значит большая, это значит сильная. Давайте дальше. Да я очень коротко хотел сказать, что весь мир отмечает 1 апреля день дурака, а в Эстонии 3 апреля почему-то отмечается день эстонского дурака. Тормозуха. Да, чуть позже. Два дня раскачивались, чтобы въехать в Терпенку. Мы сейчас уходим на рекламу, через несколько минут вернемся. Нам слушатели задают вопросы на 8870, наш смс-портал. Как можно связаться с Михаилом Задорновым в прямом эфире? Друзья, звоните 0731, номер для ваших звонков. Пожалуйста, мы принимаем звонки, их очень большое количество. Просто простите на них. Для особых тормозов повторяем. Ну, друзья мои, мы столько раз говорили, как связаться с Задорновым, и вопрос приходит, как связаться. Нормально? Да, у нас вот есть сейчас звонок из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. 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 Слушаем вас. Алло, кто это? Это Праскофья Федоровна. Морг, шестая полка третьего отделения. Верхняя полка. Ну, ладно тогда. Ну, я задал вопрос, хотел спросить. Ну, давайте. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Говорите. Да это слушая эфир, что-то не слыхать. Или у вас в записи все идет? Нет, нет, нет. А что не выводите? Вы слушаете эфир и себя не слышите? Собственно, если я не слышу, то я задаю вопрос. Михаил Николаевич, это вы? Я, я, я. Добрый день, Михаил. Добрый. Очень приятно вас слышать. Да, приятно. Скоро вы к нам приезжаете в наш славный город Нижний Новгород с концертной программой. Это я слышу первый раз, но приятно. Вот, да. Да, я уже был у вас один раз в Санкт-Петербурге, но это было в году, наверное, в 96-м, по-моему. Да. Вот. И вот сейчас второй раз, наконец-то, собрались еще раз посетить ваш концерт, пообщаться с вами, скажем так, вживую. И вот... Да. Жалко, слетело что-то с Нижним Новгородом. Да, в Эстонии, помните, да, на два дня позже День Дурак. Ну, вот даже доходит за два дня только, что пора. Да, и надо три дня праздновать. Нет, весь апрель надо иметь. Михаил Николаевич, 2 апреля мы пропустили. Серьезная очень тема. Да. Немножко стоит сбавить обороты после этого звонка серьезного из Нижнего Новгорода. Угу. 2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России. В 96-м году президент России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор об образовании сообщества России и Белоруссии. И если иных уж нет, а те уже далече, то ВОЗ и ныне там. Александр Лукашенко. Ой, хороший праздник. А вы знаете, я его отмечу. Я очень хорошо отношусь к Белоруссии, к белорусам. И я в Белоруссии очень... Вы знаете, я недавно прочитал книжку, я попытаюсь очень быстро рассказать, потому что все-таки в нашей программе иногда попадают витаминки с вами. И вот этот вопрос, все-таки ответ должен быть витаминкой. Славяне есть... Разные народы есть славянские. И вот более всего традиции славянские бережет Белоруссия. Это мало кто об этом задумывается. Я изучил историю праславянских народов, повторяю, праславянских, 2000 лет до нашей эры. По раскопкам, по песням, по былинам, по сказкам различных славянских народов, а также по работе одного человека, Гобарева, который раскапывал на месте побоищ, как славяне... Праславяне, простите, защищались от кемирийцев, скифов, сарматов, кельтов. И как их все пытались превратить в рабов праславян. Праславяне были земледельцами. И славяне поэтому, они землепашцы. Для землепашца нужен мир, труд. А эти кочевые степняки, им надо было отнимать. И, например, когда кимры нападали, кемирийцы, они тремя ордами нападали, тремя такими стрелами шли огненными, впереди огонь несли, чтобы сжечь города праславян. Отсюда Змей Горынч о трех головах. И им 300 лет, с 800 года до нашей эры, до 500-го, платили дань праславяне девицами красными, девицами. Отсюда легенда о Василисе Прекрасной, о том, как Иван Дурак избавляет. И был такой кузнец, сварок, который изобрел меч первый, булатный. Булатный означает болотный. Железо тогда у кемирийцев было, а к славянам попало. Но железо, при ударе о железо гнулось. И вот этот гений, кузнец, которого потом обожествили и сделали сварогом богом, сварганил, как он опускал железо в болото надолго. И выедались мягкие места. Ржавчиной покрывалось железо. И ржавчина поедала что? Слабые соединения. Оставались только крепкие. Тогда он в кузнице обрабатывал то, что осталось, и меч становился из легированной стали. Это открытие 600 лет до нашей эры, сделанное славянами. Железо не про славяне изобрели. Но болотная сталь, да? Болотная сталь. Но слово болото вошло вам... Кстати, Болотон, озеро, там было болото. И там тоже жили прославяне. И по Дунаю жили прославяне. И на сегодняшней территории Германии. И Рюгин, и Руян. И балтийские славяне, это болотные означало. Но как белорусские болота... Белоруссии в то время не было, я сразу говорю. Но сегодня это территория Белоруссии. Если бы спасли прославян, их бы уничтожили. Но когда приходили кочевники-степники, они сносили города по окраинам. Все, угодили в плен. Славяне ненавидели рабство. И более того, греки пергамент делали на коже славянских девушек. Они вымачивали девушек живых в морской воде, а потом сдирали кожу. Секрет пергамента, который выделали греки, был раскрыт Аристотелем. Его и отравили, когда узнали, что он знает этот секрет. И что... Вот Белоруссия – святое место. Это место спасения славян. Когда приходил враг, кемерийцы, сарматы, они не могли достать славян в болотах. И там в болотах созрело славянское племя сколотов. Это самые мудрые прославянские были учителя. Отсюда латинское слово «скола», а по-латышски «сколотость» до сих пор учитель. Славян спасли болото. Там выковалась булатная сталь. Там впервые организовалась конница прославянская, которая разгромила кемерийцев так, в 6-7 веках до нашей эры, что кемерийцы перестали существовать. Вообще Белоруссия спасала нас от Наполеона. Белоруссия спасала нас от поляков. Ну, Смоленск еще спасал. Кстати, историю Смоленска тоже надо было затронуть. Смоленск, как и Белоруссия, святое место. Его нельзя трогать. И когда последняя война, как белорусы вели себя? Не так, как западная Украина, между прочим. И я сегодня считаю, что этот праздник, он святой для русских людей. Россия, Белоруссия, я чарочку выпью обязательно. Мне противно, что начинаются эти разборки опять между бизнесменами. Вот ваша авиакомпания белорусская, вот наша, запретить полеты. Они, это гнус торгашеский, они негодяи, и никогда гадяями не станут. Годяи, это тот, кто делает хорошее, годить. Хорошее дело, это негодяи, которые устраивают разборку между двумя, даже не братскими. Мы просто один народ. Я вспомнил, что есть знаменитый персонаж, Годяй Петрович Хренова, которого мы довольно часто транслируем в эфире. Это КВНовская такая команда, была утомленной солнцем. А иногда приставку нет, не знаешь русском языке, не лепо, лепо. Ты лепо живешь? Лепо я живу. Ты гадяй, гадяй. Ну, что еще у нас есть? У нас, да, у нас есть еще. Я поздравляю белорусов, если они нас слышат. Конечно же, да. Нас слышит огромное количество белорусов. Нас также слушают в Казахстане. Сейчас я хотел бы затронуть такую довольно больную тему для казахского народа, связанную с исполнением гимна Казахстана. Мы говорили как-то в одной из предыдущих программ, что произошла путаница на одном из спортивных состязаний, когда победил представитель Казахстана, включили вместо гимна Казахстана песню Рики Мартина. И недавно совсем произошел скандал, когда в Кувейте на международном чемпионате по стрельбе вместо гимна Казахстана организаторы включили запись псевдогимна из фильма «Бород». Боже мой. То есть смысл заключается в том, давайте, чтобы было понятно, мы сейчас поставим этот гимн, фрагмент этого, точнее, это не гимн, я сразу говорю, это тема из фильма «Бород». Я знаю, какой фильм идет. Да, то есть «Бород» — это комедийный фильм, который был снят в Соединенных Штатах Америки и был запретен. Унизителен для Казахстана. Унизителен, да, он был запрещен к показу в Казахстане. Я просто хочу, чтобы мы послушали фрагментом, буквально минуту из этого так называемого гимна, конечно, это не гимн, чтобы было понятно, что обидело Казахстан, почему Америка себе позволяет так вести. Давайте послушаем. Я постараюсь перевернуть, Казахстан — самая большая страна в мире. Все остальные страны находятся под управлением лишь маленьких девочек. Казахстан номер один по экспорту калия. Другие страны практически не имеют калия. Казахстан, да, у Казахстана есть бассейн фирмы «Тиншейн», его длина 30 метров и ширина 6 метров. Это «Тиншань», что ли? Он имеет систему фильтрации такую, что глазу любо-дорого посмотреть, которая удаляет 80% загрязнения с человека. Ой, давайте комментируем. Да, Казахстан — это чудесное место и так далее. И вот это поставили на соревнованиях по пулевой стрельбе, когда, понимаете, да, то есть начинается поднятие флага, в Куэйте начинается поднятие флага, и организаторы перепутали, они реально считали, что в фильме «Бород» был использователь. Были, ну, менеджеры. Весь мир наполнился кое-какерами, манагерами. Я много раз был в Казахстане. Есть две бывших республики Советского Союза, в которых мне особенно нравится выступать. Ни Украина, нет. Ни Латвия, нет. Ни Эстония, нет. Белоруссия и Казахстан. Лучше всего понимают русский язык казахи. Это невероятно. Но они смеются даже с шутком полутоновым. То, как они берегут природу, как они любят свою страну. Это замечательная страна Казахстана. Только американцы могут позволить такое негодяйство. Издеваться над страной, которую они не знают и не понимают. И действительно, что этот фильм запретили, правильно сделали. Потому что это, то есть, динозавры, они не могут говорить. Это неполиткорректно. А издеваться над Казахстаном, над чудесным народом. Кстати, казахи очень дружественны к России. Ведь не даром таможенный союз какой? Россия, Казахстан и Белоруссия. Дорогие казахи, мы в России с вами. Мы сочиним гимн про американцев. Гимн Америки. И запустим его, как вирус, во все английские сети. Они манагеры. Они будут думать, что это новый гимн Америки. Мы их разыграем в следующий день дурака. Присоединяйтесь. Объявляю среди жителей Казахстана конкурс на лучший гимн Америки. Альтернативный. Альтернативный гимн Америки. Который мы найдем, как запустить. У нас есть свои люди. Более гибкий после выборов он будет. А он будет гибкий, он будет на нас работать. У нас небольшая рекламная пауза. Скоро вернемся в студию Юмор-ФМ. Мы продолжаем, даже точнее заканчиваем уже скоро программу «Неформат» на Юмор-ФМ. В эфире она каждую пятницу. Сегодня неформатное время. Сегодня четверг. Но по-прежнему мы подводим итоги недели. И у нас буквально огромное количество сообщений приходит на тему полиции, тему, которую мы затронули сегодня. И среди прочих есть, видимо, сообщения от сотрудника полиции. Михаил Николаевич, а как вы относитесь к сотрудникам полиции? Есть ли положительные взгляды? Да, конечно, есть. И есть очень много приличных среди них людей, но они не видны на фоне вот этих мерзопакостных сегодняшних полицейских, которые черти-чего и себя возомнили. И такие были и среди милиционеров, и есть сегодня среди полицейских. Но вот что противно. С тех пор, как проведена реформа, им дали новую форму, повысили зарплаты и назвали полицейскими, негодяев стало больше. Вот тревожный симптомчик. А вот эти все меры, которые пытается принять Нургалиев, я понимаю, что он по-хорошему хочет, но не это же главное надо делать. Вот что сообщение пришло. Спасибо. Да, вот мне только что принесли сообщение, оно буквально, что называется, с пылу с жару. Глава МВД Рашид Нургалиев заявил о необходимости чаще показывать советские мультфильмы, которые будут способствовать нравственному развитию российских детей. Об этом сообщает Интерфакс. Это заявление он сделал на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Вот только что это произошло. «Нужно вернуть наши мультики, надо вернуть тех персонажей и тех героев, на которых воспитывались целые поколения детей в нашем государстве». Ну, может быть, он и правильно говорит, но это же не мера, которая... Да, я согласен, но, во-первых, не это одно. Многое, что надо вернуть, хорошее. Ну, тогда пускай идет на место Пурсенко. И пускай занимается образованием, если его так тянет в творчество. Потому что со своими полицейскими он ничего не сможет сделать, при том, что ему приходят. Он просто не на своем месте. Ну как, он правильную мысль сказал сейчас. Конечно, и мультики, и фильмы должны быть. Вернуть много хорошего, чего есть. Градус доброты-то был выше. Секса не было. Ой, нашли, придраться, секс. Да, любовь была. Поэтому и секса не было. Потому что слово поганое. А, конечно, и образование нужно. Я каждый раз буду долбить в эту точку. Вот смотрите. Мы с вами в прошлый раз говорили об образовании. И я получил после нашей с вами передачи несколько писем. Михаил Николаевич, еду в метро, рядом два парня. Первокурсники, судя по всему, разгадывают кроссворд. Один говорит, место в зрительном зале, в театре. Первое Б. Второе говорит, будуар. Второе говорит, ты чё? Где ж... Будуар, это где бабы моются. Второе говорит, где моются, это беде. А букв-то сколько. Смотрите, мы... Я думаю, нам надо с вами, Максим, конкурс организовать. Пускай нам присылают. Мы будем... Присылают вот эти наблюдения. Это повод для того, чтобы вся страна над этим хохотала. Хохотала. И чтобы до Фурсинка всё-таки добрался наш народ. А это, спрашивают у парня, тоже в письме, у тебя какой IQ? Это я говорил в прошлый раз. Это моё наблюдение. Это одна баба, у другой спрашивают, у тебя какой IQ? А та говорит, у меня нет IQ, я пользуюсь скайпом. И тут же приходит письмо. А я слышал разговор. У парня спрашивает парень, ты знаешь свой IQ? А тот отвечает, я не могу его запомнить, он у меня очень длинный. В школе спрашивают, где Италия находится? Вопрос ученица задаёт школьнику. Что ты будешь делать, если увидишь, что поезд едет, а рельсы впереди разобраны? Нет, это надо Нургалиеву идти заниматься образованием, потому что это преступная задачка. А ребёнок думал, думал, говорит, ничего. А вы, спрашиваю, что он у тебя? А действительно, что ребёнок может сделать, если поезд идёт, а рельсы разобраны? Вопрос абитуриенту театрального вуза, что можете сказать о Мирхольде? Готовы? Это кажется какое-то насекомое, говорит. То есть Сталин не мог с Мирхольдом долго справиться. Оказалось, надо Фурсенко пустить только, и Мирхольду уделают сразу. Даже память о нём. А вот спрашивают, кто написал Евгений Онегин? Ответ ребёнка. Чё? Ну и чё говорить тогда? Ну и гениально. Отстать,нять единицу, ребёнок отвечает два нуля. Кстати, не поспоришь, как я говорю в этой ситуации. И мало того, ещё платное образование. После того, как сделают платным среднее образование, это преступление. Станут нерядкостью, знаете, Максим, такие разговоры школьников. Ты сегодня в школу пойдёшь? Да нет, я на мели. Скоро в России всё станет платным, кроме работы. Разработан самый грозный предупреждающий дорожный знак. Внимание, инспектор взял ипотеку. В извечном споре, что же Россия, Европа или Азия, наконец поставлена точка. С 10 вечера до 9 утра Россия – это Европа, а с 9 утра до 10 вечера – Азия. В школе планируют убрать из истории изучение России начала 20 века. За подстрекательство к свержению самодержавия. И такой разговор я слышал. Инаугурацию будешь смотреть? Он говорит, да кого я там не видел? Николай Николаевич, помните, да? Мы на прошлой неделе разговаривали, вернее, в прошлой программе, которая была в пятницу. Вы на США переключать будете? Нет, позвонили из Кремля, сказали, пора. Пора на США переключать. Нечего про наших тупых, давайте про их. Да, это мы говорим, шутим сейчас о том, что пришло сообщение сегодня, что как только начинает, близко к тексту, цитирую, «задорного заносить», в кавычках, ведущий сразу же меняет тему на любимую про тупых американцев. На любимую в Кремле тему, а не «задорного» тему. Да, вы затронули историю про задачу, что ты будешь делать, когда едешь на поезде и увидишь, что впереди разобраны рельсы. Так вот, люди интересуются из Санкт-Петербурга. Михаил Николаевич, а вы нашли такие ответы на задачу про мух и часы? Нет, нет, я же говорил, я мух приклеивал на стрелки, запускал часы, но секундная стрелка срезала мух, который на других стрелках. Я не знаю, как решить, я не знаю, как эксперимент поставить. Я инженерное образование космических двигателей специалист. У нас вот еще одно сообщение поступило. А почему Фурсенко не написать? Может, через мафию связаться с ним, как было в нам совет? И пускай Фурсенко решит. Вообще, Фурсенко может ответить на вопросы, которые задают по ЕГЭ школьникам или нет? Давайте мы попытаемся с ним связаться. И каждому нужно наказание из той сферы, которой заведует. Фурсенко должен всю жизнь отвечать на вопросы ЕГЭ, всю оставшуюся жизнь. А Голиковы должны делать уколы лекарствами, которые продают в аптеках сегодня. А Чубайсу всю жизнь сидеть без электричества и пытаться разглядеть наночастицы. В квартире у Патриарха запыленные наночастицы. Их наказать надо их же проделками. У нас пришло еще одно сообщение по агентству Интерфакс. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что день, цитирую, когда производители сигарет обяжут размещать на пачках фотографии легких курильщиков, станет одним из самых светлых дней в его жизни. Я об этом мечтаю, говорит Геннадий Онищенко, мне это снится по ночам. Что такое легких курильщиков? Это которые мало курят? Лайт курильщик, что ли? Или дети, которые курят? Что такое легкие курильщики? Нет, ну, ведь нет. Видимо, имеется в виду все-таки легкие, как орган. Лех! Так это неправильно по-русски сказано. Ну, это цитата. Сначала надо сказать, что я про легкие буду говорить. Курят, но легких курильщиков, это же, ну как, это нормально. Я даже не понял, что он сказал. Вообще тоже надо к Фурсенко на обучение. Легкая курильщик. Да, он хочет, чтобы на сигаретах размещались вот эти вот легкие. Да, легкие. А знаете, почему в русском языке называется легкие? Ни в одном языке они называются легкие. Нет, ну, мне это, думаю, будет сниться по ночам. Очень интересно, органы называются на русском языке. Только на славянских языках правильно называются органы. Вот по-английски печень как? Ливер. Ну, ливерную колбасу делают из печени. То есть опять бабки зарабатывают. Там президент фотографируется за бабки, всё. У нас печень. Печень. У печени на 2 градуса или на 1 температура выше. Это единственный орган, который распекает кровь всего организма, согревает кровь. Это печка тела твоего. А что такое предстательная железа? Гениальное название. Стать. Стоять. Предстать. Предстать, да, гениально. Я не знаю, кто это придумал. У нас будет такая реклама или нет? Это не подводка. Это курвелимбия или чвалымба, или как она? Гаргун. У нас там большой чвалимба. И лёгкие. Почему? Потому что есть древнейшее наблюдение не доктора Хауса, а прославянских целителей. Кто легко дышит, тот легко мыслит. Как только человеком мысли сбиваются, суетиться начинают, он начинает подкашливать. Вот откуда слово лёгкие. Кроме того, лёгкие, когда... Это самый лёгкий орган по весу ещё. Когда бросаешь... Когда расчленёнку делаешь, обычно, вы же занимаетесь этим? Да. И вот бросишь лёгкие в воду, а не плавают. На этой чудесной ноте. На мечте Нищенко. Но у меня тоже есть вам последнее сообщение. Мало кто знает, после 7 мая, инаугурация президента, Россия займёт первое место в мире по числу возвращённых на стены офисов фотографий. Да, это точно. Друзья, спасибо вам, что вы были вместе с нами. Это была программа «Неформат» с Михаилом Задорновым. Мы встретимся с вами очень скоро. Следите за анонсами в нашем эфире. Обычно мы в эфире по пятницам. К сожалению, один раз в неделю, а хочется каждый день. Да, и подводим итоги недели. Спасибо вам огромное. До новых встреч.